В прошлый раз я менял изношенные подшипники на колесе самоката, но после дополнительной проверки решил сделать чуть больше. Я сделал проверку того, как шумит вращающееся колесо. Вот это колесо с новыми подшипниками. А вот это колесо подшипников, на котором я не менял. Разница есть, и поэтому я решил заменить подшипники и на этом колесе. Итак, приступаем. Уже знакома вам операция отворачивания винта с помощью шестигранника на 5. Отвернули винт, снимаем колесо, извлекаем подшипники. Подшипники здесь более живые, чем на первом колесе. Но если вы заглянете внутрь колеса, заметите, что там находится стружка, и эта шайба, удерживающая смазку, она отскочила от подшипника. Итак, извлекаем эту шайбу вместе с частью генератора, вырабатывающего ток для того, чтобы могли светиться светодиоды внутри колеса. А вот подшипник без защитной шайбы можно видеть внутри шарики с сепаратором. Итак, все детали извлечены, новые подшипники закуплены, можно приступать к сборке второго колеса. Ну что же, приступим к распаковке подшипников и их установке на ось. За подшипники я заплатил рубль 66 копеек, это меньше доллара. Устанавливаю подшипники в колесо, и хочу отметить, что отверстие во втором колесе разбито чуть меньше, чем в первом, и поэтому для установки подшипников требуется приложить небольшое усилие. Затем колесо с установленными подшипниками размещаю на оси. Сначала устанавливаю винт от руки, слегка его заворачиваю, а затем уже затягиваю с помощью шестигранника на 5. После затяжки винта этого колеса, я обнаруживаю, что колесо вращается не так свободно, как первое. Его свободное вращение не превышает пол оборота. Но если винт ослабить, то колесо будет вращаться точно так же, как и первое. Но если затянуть винт недостаточно сильно, то есть риск потерять его при эксплуатации самоката. А с таким событием не хотелось бы и сталкиваться. Поэтому я начинаю думать, каким образом можно застопорить винт. Что я придумал, смотрите дальше. А чтобы не пропускать новых видео на канале Инженер, нажмите кнопку подписаться под этим видео. Для фиксации винта от проворота, я решил воспользоваться клеем Moment. Но для начала провел эксперимент. Навернул гайку на болт, предварительно смазав резьбу клеем. И спустя неделю попытался скрутить гайку с болта. Голыми руками мне это сделать не удалось, поэтому я воспользовался рожковыми ключами. Целью эксперимента было проверить, смогу ли я с относительной легкостью отвернуть винт, установленный на клей Moment. Если вдруг понадобится, в очередной раз заменить подшипники. И как видно, с помощью рожковых ключей, эта операция выполняется относительно легко. После того, как гайка демонтирована, можно взглянуть на резьбу с остатками клея Moment. Как можно видеть, клей остался на нескольких витках болта, а также на нескольких витках гайки. Итак, эксперимент завершен. Теперь можно приступать к доработке самоката. И только я понадеялся, что все пойдет как по маслу, как шестигранный ключ не подошел к отверстию. Когда я закручивал винт правого колеса, я смял грани шестигранного отверстия. И ключом на 5 теперь невозможно отвернуть винт. А ключ на 6 никак не влазит в отверстие. Испробовав все инструменты, и не найдя свои пассатижи с красными ручками, я вспомнил, что у меня есть разводной ключ. И попытался им открутить винт. Я рад, что вы дошли до этого момента в видео. А поэтому прошу поставить лайк этому видео. И продолжайте смотреть дальше. Как видите, разводной ключ мне очень сильно помог. И винт поддался. После того, как с помощью разводного ключа я слегка ослабил винт, я смог дальше воспользоваться шестигранным ключом на 5. Его грани уже слегка цеплялись за грани отверстия в винте. И винт выворачивался из отверстия. А дальше можно было выворачивать его и вручную. После того, как я достал винт, я смазал клеем момент вот это место, где был синий герметик. Вот тюбик клея момент. Главное его не налить слишком много, чтобы он не попал на пол или на другие предметы. Плотненько закрываем тюбик и заворачиваем винт с нанесенным клеем момент. Как вы можете видеть, винт заворачивается практически от руки на полную длину резьбы. Остается его только слегка поджать. Затем завинчиваю шестигранником на 5, насколько это возможно. И напоследок дожимаю разводным ключом. Затем проверяю, как вращается колесо. И еще раз дожимаю ключом. Главный критерий – это свободное вращение колеса. Затем те же самые операции проводим со вторым колесом. Теперь самокат готов к эксплуатации. А вам осталось оценить это видео, поставив палец вверх или вниз, по вашему усмотрению. Нажать кнопку «Подписаться». И продолжать смотреть канал «Инженер». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!